В 2022 году на территории Великой Усть-Устьского округа было зафиксировано 72 случая дистанционного мошенничества. В следующем, в 2023, количество таких преступлений выросло до цифры 179, то есть ровно в 2,5 раза. И лишь менее трети из них были раскрыты. Обманываться устьюжания меньше не стали и в наступившем году. В настоящее время тенденция у нас показывает то, что продолжается рост преступлений дистанционных в текущем году на территории Великой Усть-Устьского округа, несмотря на всю проводимую работу с гражданами. В настоящее время у нас отмечается, как я уже сказал, рост данного вида преступлений практически на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К уже традиционным схемам, таким как предоплата на авито, финансовых инвестиций в пустоту, звонкам от службы безопасности и лжесиловиков, в новом году добавилось новое. Усть-Ужанов в любой момент может позвонить фейковый оператор сотовой связи с предложением продлить услуги. Для этого лишь нужно ввести цифровой код. Цифровой код этот нужен либо для того, чтобы взломать сайт госуслуг, либо такового взлома не происходит. И в дальнейшем включается уже следующая схема. Под предлогом того, что якобы осуществили взлом госуслуг, звонят уже другие гражданину люди, убеждают его о том, что в отношении его пытаются совершить мошеннические действия, либо о том, что замечена подозрительная активность, и начинают его обвинять в спонсировании ВСУ. Далее схемы могут отличаться, но итог почти всегда один. Деньги оказываются у злоумышленников. И в таком случае вы действительно нечаянно можете оказаться спонсором врага государства. Хочу сказать, что в случае утраты данных средств, данные дела, очень уголовные дела, очень трудно расследуются в плане того, что практически 90% денежных средств, которые мошенники завладевают, они уходят за территорию Российской Федерации. В основном это идет на Украину. Поэтому имейте в виду, что такими действиями косвенно вы еще оказываете помощь нашему врагу в настоящее время. В такие времена памятки о действиях мошенников пора носить с собой, чтобы сохранять бдительность, когда поступит звонок с неизвестного региона. Степан Кришановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».